Здравствуйте, здравствуйте! У нас тут одно, вы знаете, спасибо подписчику, увидела. Не видела я вчера? Поехали. Мне, конечно, ещё второй остров чистить, но... Ладно, мы сделаем исключение, мы пробежимся, хотя бы посмотрим, что к чему, поймём, оценим. А потом уже будем, как говорится, заниматься дальше. Так, что нас здесь ждёт? Кто его знает? Нет, надо всё понять. Я так поняла, что здесь идёт вперемешку 10 островов. Ой, и за каждый остров мы получаем там цветочки, которые будем слаживать. Ну, сейчас мы всё поймём, надеюсь. Так, вот это вот убрать. Надо будет, наверное, помощь сюда переставлять. И там было написано, что это типа как лабиринты. Мне написал это подписчик. Ну, сейчас посмотрим. Ну, посмотрела одну штуку. Смотрите, пока мы полностью не проходим задание на первой, на второй у нас доступа нет. Да, есть фишка своя, прелесть в этом обновлении, что всё идёт, скажем так, с домашнего склада. Не надо возить туда-сюда, и там же оседает. Но по затратности я хочу сказать, что острова достаточно. Подождите, сколько там? Следующие 206. Ой, сильно не разбежишься. По-моему, я перестаралась. 203. А ну. 207. 206. Отлично. 206 убрать. Да, пополнится запас. Но вычищать тоже довольно-таки интересно. Я компаньону, конечно, поставила, но пока его в игре нету, поэтому тут пляшем как можем. Три. Так. Я, короче, думаю, что вот эта вот штука и есть для строительства наших домиков. 45. 37. Ага, так это одна для одного, да? Сейчас. Починить. И что будет? А, и будет он починенный, и всё на этом. Ясно. А дальше чинить надо дальше искать? Ну, я так понимаю, что фишка в том, что когда мы починим все три домика, может быть, четыре, извините, может быть, откроется у нас путь дальше. Ну, а может быть и нет. Знаете, я хочу сказать, что это маленьким уровнем вам сюда не надо. Вообще не надо. Во-первых, это очень затратно. Вы просто не потянете. Честно. А начать строить и не достроить, ну, только сплошные расстройства будут. Поэтому для маленьких уровней продолжайте играть на ваших постоянных островах, которых у вас более чем достаточно. Это большим куда-некуда энергию девать. Им за счастье вот куда-нибудь её вложить, потому что собрал, и надо же куда-то деть и превратить её, как говорится, во что? В ресурсы, в коллекции. Очень много полезного. Потому что, смотрите, тут каждый камушек фактически 56. И поехали. 56, 68. Ну, есть, конечно, и по 40. Вот я заехала на этот остров. У меня было что-то 6 с чем-то яблок. Почистила я 20%. Причём, ну, видно, сами видите, что ни о чём. Просто проложила путь, называется. Куда-то, с ней откуда-то. И у меня минус 3000 яблок. Не считая того, что помимо яблок, я ж ещё и другие энергетики благополучно кушала, скажем так. Поэтому с энергией тут будет очень даже весело. Не спорю, может быть, там супер-бупер будет какой-то подарок, когда мы всё это закончим. Ну, пока я затрудняюсь, потому что, понимаете как, это обнова для нас что-то новое и неизвестное. Потому что вот такого ещё не было. Конкретики особой тоже нет. Соберите, соберите волшебные цветы на 10 локациях и постройте волшебного оленя. Чем выше олень, тем лучше призы. Хорошо, хоть дней даётся много. Хотя, вы знаете, если его, я честно признаюсь, ну, как есть, так и говорю. Я первую локацию расчистила на 96%, ту из тех, которые обнов. А вторую я собиралась идти чистить за... сегодня, вернее. И зашла на канал. Чё зашла, не знаю. И смотрю комментарий. Буду ли я чистить эти 10 локаций, ну, временных. А я точно помню, что я не видела. Может, они вчера были, может быть, я была невнимательная. По привычке, как побежала на обнову, да и всё. Нет, можно просто даже элементарно потом зайти на канал. Могу. И посмотреть у себя в этом. Потому что, знаете что? Я зашла вчерашнюю обнову специально сегодня. На этом, скажите мне, на офсайте. Искала вчерашней обнове запись за это, за вот это вот. Я ничего не увидела. Или я прям такая уже прям невнимательная-невнимательная. Не знаю. Так, ещё одно строим. Починить. Честно скажу, поехала, ещё наменяла яблок. Привезла 300 ящиков. Потому что, смотрю, что так вот тихо-тихо всё съедается. Да, какие-то энергетики выпадают. Ем в основном яблоки. Там плюс 15, плюс 40. Ну, это то, что вот тратится. Да, в это время, я не могу спорить, восполняется плюс 5, плюс 10. Ну да, потому что их я сейчас в основном, плюс 5 крайне редко, плюс 10 мне вообще сейчас не востребованные. Ну да, за счёт одних энергетиков немножко появляются другие. Ну, и вы, и я прекрасно понимаем, что всегда в игре у нас тратится больше, чем приобретается. Само собой разумеется, на что и рассчитана наша игра. Если бы нам возвращали всё, что мы потратили, нам бы совсем не пришлось бы ничего варить. Печки были бы совершенно ни к чему. Тут бегаю, как говорится, как нечего делать и выбираю 56. Потому что сначала так же бегала, выбирала камушки. Ну, как-то, вы знаете, просто до такой степени всё разнообразно, нестандартно, что, чтобы не путаться, я уже решила выбрать одно, потом выбрать другое. Причём, кстати, я, по-моему, уже те, что вот по 56, кустики я их уже не вижу. Не, ну вот ещё камушки попадаются, тоже по 56. И ещё вот эти ёлки, они тоже 56. Ну, я уже включила, получается, все свои таланты и начинаю... Я не знаю, зачем я так делаю, зачем я так выбираю. Компаньонскую помощь поставила, ну, на что-нибудь, то, что покрупнее. Пусть не совсем крупная, но она всё равно нестандартная. И чтобы компаньон мне не выбил, мне бы помогло. Ну, не повезло мне. Компаньон, походу, не в игре. Он зашёл, выдал мне один камушек и пропал. Ну, выходной день, у каждого свои дела. Это, в принципе, всё нормально. И не забываем, мы находимся с вами в игре. Клондайк, контрольное слово, в игре. Мы играем, мы здесь не живём. Поэтому каждый делает, что хочет, как хочет и когда хочет. Никто никого, ни к чему никогда не обязывает. И это всё, в принципе, норма. Так. Хотя, за долгие годы игры, я хочу вам сказать, компаньон и бывает разный. У меня был такой компаньон, которому было всё время мало. Сколько бы я не выбила, он кричал, ещё, ещё, ещё. И причём так вот, прям требовательно кричал. Что? Всё познаётся в сравнении. Да, энергии, я вообще не понимаю, конечно, вот это они, наверное, пошутили, что ли. Или я просто ещё не осознала, не ожидала такой обновик параллельно к тем двум островам большим, которые есть. Я понимаю, что здесь 25 дней ещё и всё такое. Это я, это я жадничаю, да, честно скажу, жадничаю. Жалко энергетиков столько. И не хочется пропустить, как говорится, подарок, который будет. А энергетиков жалко, передать не могу. Вот обратите внимание, например, на этом острове у нас задание. Починить разрушенных домов пять. Так, чиним. Где-то я ещё видела. Ну, да. Кажется, вроде так всё. Ого-го. Ну, если так вот разобраться. 25 дней, 10 островов. Это, ну, типа, даже можно так, не в напряг. В день по одному, 10 дней. Делать себе там наши вкусняшки, яблочки растить. Ну, это вот намекают нам намёк на то, что надо больше островов с яблоками. Ну, типа, чтобы на всё хватало. Так, странно, почему-то я не вижу ещё один инструмент. Где-то туман. Или я просто совсем невнимательная. Сейчас, сейчас всё... А, нашла. Это я невнимательная. Это не туман. Так, 43. 15. Побежали. Сейчас эти камушки опять поубираю. Всё-таки. Скопились. Кустики поубирала. Камушки оголились. И теперь их хорошо видно. Вот знаете, вот даже не знаю. Мне кажется, что если в принципе выполнять задание, то, если нет особого желания чистить 100%, можно не чистить. можно сделать набег по островам. Типа, мы здесь прошли, видите, уже открывается второй. Ну, давайте так, я вас не буду особо расстраивать, но дам как информацию к размышлению. Ну, допустим, да, можно уже уходить. А скажите, пожалуйста, все уверены, что на одном из этих островов за 100% расчистку не будет опять этот Махавикри, как там он называется? Я не знаю, если честно. Если честно, я не знаю. Поэтому я вам затрудняюсь сказать. Я, например, решила для себя, что, по крайней мере, этот первый я буду защищать 100%. Ну, да, подарок не сказка. Ни о чем. Яблочки. Ну, даже тут есть, допустим, динамитик. Ну, этот динамитик нам тоже ни о чем. Не знаю, честно, вот. Меня это обновление, ну, как, застало врасплох, удивило, поэтому я для себя еще ничего не решила. Знаю только одно, что первый чищу 100%. А видео, я думаю, на этом можно заканчивать. Мы так посмотрели, заценили, оценили. Все, пока-пока.